Добро пожаловать на наш канал! 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 Сейчас еще нет, но Чуть покой же увидим Плохо, что там индикации Ну, в принципе, все Давайте показания посмотрим приборов Пока чайник не закипел Так, вот я включаю сейчас показания Значит, переключаю на индикацию мощности Вот вы видите, мощность одинаковая Мощность в фазе 1 3,9 киловатт, видно, да? Сняли, да? Мощность в фазе 2 4,3 Ну, 4,3, 4,4 В принципе Микроволновка Так, видно, да? Мощность в фазе 3, тоже 4 4,1, то есть показания абсолютно одинаковые Прошу заняться И общая мощность суммарная 11 и 2 11 и 2 Сейчас еще попробуем микроволновку Раз включить Ну, 12, да, на 1 киловатт В принципе, да Ну, все, что могли набрать 800 ватт Как раз нам было 11, 200, а вот стало 12 Да Нет, на 1,200, нормально Ну, нормально, да, все Так, ну все, еще раз я покажу, чтобы видно было Так, вот фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 И общая мощность 12400 ватт И здесь 12400 ватт Другими словами, 12,4 киловатт Можно было бы нагрузить и на 30, но мы просто не нашли то у них нагрузку Ну, мы попозже это покажем Ну, пушечку если подгрузим Слово пушечку поставим У нас есть такая помощнее нагрузочка Теперь подключаем через наше устройство Да Аркадий Анатольевич, пожалуйста Так, ну вот мы подключили сейчас устройство Прошу обратить внимание, что перемычка отключена Ну, то есть находится в состоянии откл Автоматический выключатель Так, ну все Запускаем сейчас через Включаем Какими словами Вот сейчас система работает через устройство Сейчас опять можно зафиксировать показания Теперь уже через усилитель Давайте посмотрим Вот потребляемая мощность В фазе 530 ватт на входе И 3000 ватт на выходе Фаза 2 292 ватта на входе И 4480 ватт на выходе Снято, да? Фаза 3 458 ватт на входе 4263 ватта на выходе И суммарная мощность 1280 ватт на входе И 11 тысяч Ну почти 800 ватт на выходе 1,2 киловатта на входе И 11700 на выходе Итого Среди центра усиления Примерно в 10 раз Ну немножечко гудит, конечно Потому что Корпус у нас Да, корпус у нас Давайте посмотрим напряжение На выходе Напряжение на входе Сейчас можно посмотреть 223 вольта В одной фазе 214 вольт В другой фазе 210 вольт В третьей фазе Ну и здесь Посмотрим на выходе 240 вольт То есть усиление напряжения Против в одной фазе 217 вольт В другой фазе Видно, да? 214 вольт Третий фазе Все 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 Чайник закипает Чайник закипает Хорошо Ваше внимание Сейчас, сейчас Ага Чайник закипел Я выключу, конечно Прошу, прости А что, смотри Сним То есть нет никаких Сним Вы уже Выберете Кабели Кабели На дальнейшем То есть там Ничего снизу Не подвезено То есть Можно убить Так, лучше Не трогай Потом разберется Все 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 Встал И Прошу Внимание Оператор Обратите Сюда Здесь тоже Никаких Погодных Кабелей Кабель 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 Снять Пожалуйста Там ничего Нет Кабель Не подвезем Внимание Кабель Кабель Внимание закипел, я его отключил. Аккуратнее на печку. Я понял, что уже ходится вот так. Все, достаточно. Следующим нашим изобретением является автономный источник питания. То есть это источник бортового питания электромобиля, который вскоре тоже нами будет построен. Сначала давай бензиновый покажем, она подключена. Да? Хорошо. Ну, мы сначала вам покажем, как это же устройство работает от бензинового генератора, а потом покажем, как это аккумулятор.